Здравствуйте! Эфир продолжает программа «События» в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре полным ходом идет ремонт дорог. Как укладывают дорожное полотно по улице Авроры, увидела наша съемочная группа. Более 6 тысяч участников уже прибыли на поляну. В регионе начался Грушинский фестиваль. Что ожидает гостей? Роспотребнадзор снимает ограничения, введенные в Россию из-за пандемии COVID-19, в том числе масочный режим. Это связано с продолжающимся снижением заболеваемости коронавируса. Отмена ограничений проводилась поэтапно с учетом динамики изменений эпидситуации, что в результате не привело к негативным последствиям. В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача страны сохраняются меры по своевременному выявлению заболевших и мониторинг за эпидемическим процессом. По оценкам экспертов, значительный подъем заболеваемости, вызванный штаммом омикрон, летом маловероятен. Но при ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничений может быть возобновлено. В этом году разработают проект, а в следующем приступят к ремонту. Глава Самары Елена Лапушкина провела совещание по обновлению памятника воинам-самарцам, погибшим в локальных войнах. Такой мемориал установлен на пересечении улиц Мичурина и Осипенко. Памятник ремонтировали несколько лет назад, но подрядчик попался недобросовестный. Чтобы устранить все дефекты и обновить памятное место, в следующем году проведут капитальный ремонт. Подробности в нашем сюжете. Памятник воинам-самарцам, погибшим в локальных войнах, появился на пересечении Мичурина и Осипенко более 20 лет назад. Мемориал объединил в себе два проекта – «Свечи памяти» и сам памятник воину-интернационалисту. В следующем году комплекс планируют капитально отремонтировать. Глава «Самары» Елена Лапушкина встретилась с архитекторами и представителями общественных организаций, чтобы обсудить план работ. Памятное место мы, конечно, планируем сохранить. К сожалению, не повезло нам с подрядчиком, который проводил ремонт на этой площади, и очень много нареканий. Вынуждены сейчас практически перепроектировать и вновь заходить уже на восстановление этой площади. Сейчас мы будем разрабатывать проект. Конечно, проект согласуем с женщинами, матерями. Если все устроят, уже в следующем году приступим к обновлению этой территории. Контракт на капремонт мемориального комплекса заключали в 2018 году. Через два года, пока объект был на гарантии, выявили дефекты. Подрядчик их так и не устранил. Арбитражный суд обязал его восполнить убытки. Теперь в городском бюджете предусмотрели средства на проектирование новых работ. Здесь будет произведен ремонт подиума, который находится по свечами. Ремонт вот этого вот постамента большого стилобата, его можно назвать, на котором находится солдат. Это будет замена покрытия. Также будет произведена замена облицовки подпорных стенок. Возможно, появится подсветка дополнительная еще. План будущего обновления обсуждают с родственниками погибших воинов, лидерами общественных организаций. Мы настаиваем на том, чтобы все-таки это было качественно, чтобы не каждый год приходили после зимы, а это все разрушено было. Поэтому мы готовы как бы подождать, но чтобы это было сделано качественно. В этом году власти подготовят проект и проведут конкурс по определению подрядчика, а в следующем выполнят ремонт. Светлана Кудрявцова, Василий Колдашов, События. Эффективно управлять своим домом. В Самарском районе прошел первый в этом году семинар-тренинг в рамках проекта «Мой дом», инициированного губернатором Дмитрия Мазарова. Председателям МКД, ТСЖ и ЖСК рассказывают о нюансах российского законодательства, о принципах работы с управляющими организациями и деталях новых информационных систем. Подробнее расскажет Андрей Горгуленко. Екатерина Филимонова не первый раз пришла на семинары-тренинги проекта «Мой дом». В прошлом году она и такие же старшие по домам повысили свою правовую грамотность, узнали нюансы проведения общедомовых собраний и как формируется плата за содержание дома, получили комплект документов, которые помогли упростить работу. Теперь Екатерина на новом цикле встреч хочет узнать больше о современной цифровой системе. «Хотелось бы про ГИС ЖКХ узнать, потому что сейчас много его используют, еще пока опыта нет в общении с этой программой, и какие возможности она дает, хотелось бы узнать. И в «Закон о тишине» я слышала, что подробнее про него, потому что знаю, что есть такое, но что там конкретно, как прописано, это я не знаю, тоже хотела бы узнать». Именно об этом и рассказывали на первом в этом году семинаре тренинги в Самарском районе проекта «Региональный центр поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК, Мой дом». Данный проект был инициирован губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым в 2021 году. Список обсуждаемых тем составили с учетом пожелания горожан. «В прошлом году, в прошлом летом мы провели шесть таких семинаров. У нас присутствовало более 300 человек. Все получили знания, все очень тепло отзываются. И на самом деле жители и старшие по нам и инициировали. То есть они просили нас о том, чтобы эти семинары были продолжены и наполнены какой-то новой информацией, которую до них еще необходимо донести». Всем пришедшим выдают и обновленную рабочую тетрадь с образцами документов, необходимых в управленческой работе. В завершении встречи обучающиеся смогли получить индивидуальные консультации по интересующим их вопросам непосредственно у профильных специалистов управляющих компаний и ресурсных организаций. Также в Самаре продолжают работу бесплатный многоканальный телефон горячей линии регионального центра поддержки председателей Советов МКД, по которому все желающие могут получить консультацию, записаться на обучающий информационно-правовой семинар или оставить обращение. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Дорожные работы в Самаре в самом разгаре. Асфальт укладывают на улицы Авроры. Сейчас работы ведутся на участке от промышленности до аэродромной. Детали далее. На участке улицы Авроры от промышленности до аэродромной кипят работы и днем, и ночью. Здесь шесть полос движения, по три в каждую сторону. Поэтому дорожные работы, в том числе укладку, можно выполнять и в дневное время, не перекрывая движения. Работы запланировано выполнить таким образом, чтобы в дневное время выполнять укладку по основному ходу. Перекрестки планируется укладывать в ночное время суток, чтобы оптимизировать трудности движения для автомобилистов. Работы по фрезерованию изношенного полотна здесь уже произвели. Дорожные бригады сняли асфальт на площади в 37 тысяч квадратных метров. Сегодня дан старт укладки верхнего слоя асфальта по основному ходу одной полосы. Затем приступят к укладке асфальта на примыканиях и перекрестках. Работы ведутся на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Технология производства работы лишь на первый взгляд кажется простой. Регламент должен быть соблюден до мельчайших деталей, особенно если это касается укладки горячей смеси. Пылесос идет впереди укладочного комплекса. Он осуществляет очистку основания от пыли и грязи. Следом идет гудранатор, который разливает битумные эмульсии. Дальше идет асфальтоукладчик, который укладывает средний слой 6 сантиметров в нашу смесь щебеночно-мастичную. И дальше идет уплотнение уже, да, непосредственно катками «ХАМ-HD-140». У них шириной вальца 2 метра 8 сантиметров. Они идут как раз вот наши 4 метра с перекрытием уплотняют. Ширина укладки составляет 4 метра. В ремонте дорожного объекта задействовано несколько бригад. В настоящий момент обновление участка в границах улиц Аэродромной и Допромышленности подрядная организация выполнила на 60%. Виктория Шарая, Константин Головин, События. В поликлинику без полиса, а вести экскурсии только с аттестатом. Центробанк распределит бизнес по категориям риска, а с должников не будут взыскивать прожиточный минимум. В России с 1 июля вступают в силу новые законы. Как они смогут изменить жизнь самарцев, узнала у экспертов Светлана Кудрявцева. С 1 июля Центробанк запускает новую систему «Банковский светофор». Сервис «Знай своего клиента» распределит весь бизнес по трём группам риска совершения подозрительных операций – компании с высоким риском, средним и низким. Если компании попадают в красную зону, банки смогут ограничивать им операции. Впрочем, клиенты могут оспорить решение в суде. Ещё одно нововведение – с этого месяца банкам запрещено взыскивать повышенную комиссию при закрытии счёта. Закрывая счёт, по сути, говорят, мы не хотим, чтобы у нас был ваш счёт, мы вам не доверяем, вы плохой клиент. Закрывайте счёт. В принудительном порядке. И при этом банки практиковали такое, что они брали повышенный процент за то, чтобы клиенту отдать денежные средства, его же денежные средства, которые у него были на счетах. Это очень широко обсуждалось, потому что говорили о грабительских тарифах, 20-30% сумм, которые удерживали. Ну и в целом составляло такой вопрос, а это вообще законно, не законно? И эту ситуацию обсудили, и вот появилась норма о том, что теперь, в том случае, если банк закрывает счёт клиенту по основаниям сомнительности, процент комиссии за закрытие не должен быть больше, если бы счёт закрывался в иных условиях, например, просто при расторжении договора банковского счёта. С 1 июля заявление о сохранении прожиточного минимума должника можно подавать не только приставам, но и напрямую в банке. Напомню, что с 1 февраля можно было позаботиться о том, чтобы сумма в размере прожиточного минимума была сохранена в любом случае, независимо от суммы списания. Но дело в том, что на практике довольно часто исполнительный лист предъявляют не приставам, а относят напрямую в банк, если известно, в каком банке у должника есть счёт. Вот именно для таких ситуаций, чтобы и в таких ситуациях была гарантия, что сумма будет сохранена, новые изменения и предусмотрены. С начала июля малый бизнес получит специальный налоговый режим. Но не везде эксперимент планируют провести пока в четырёх регионах – в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Но эксперты предполагают, что упрощённый режим налогообложения распространят и на остальные регионы. Налогоплательщики, вот эти малые компании, через подачу соответствующего заявления в налоговый орган могут уплачивать либо 8% своего дохода, либо 20% дохода, увеличенный на величину расходов, но при этом освобождаются от многих административных и иных издержек. За них всю работу по исчислению суммы налога и уплаты собственного бюджета осуществляют уполномоченные банки, с кем они общаются. Знаете, в какой-то степени это очень похоже на налоговый режим, который применяют самозанятые. С июля сокращается время оформления российского паспорта. Теперь его сделают не за 10 и не за 30 дней, а за 5, вне зависимости от места жительства и причин замены. Норма будет распространяться в том числе и на паспорт с электронным носителем. Упростится регистрация по месту жительства и пребывания. Процедура перейдёт в электронный формат. Для прописки необходимо будет один раз прийти в регистрирующий орган, если заявление о регистрации было подано через портал госуслуг. А временную регистрацию можно оформить полностью дистанционно. Упростится поход в поликлинику. Теперь в регистратуре не нужно предъявлять бумажный полис. Достаточно показать паспорт, а ребёнку до 14 лет свидетельство о рождении. Предусмотрена выдача электронных полисов. По сути, это QR-код, который получается через сервис госуслуг. Бумажными полисами можно продолжать пользоваться, если есть такое желание. Ну и кроме того, для того, чтобы в принципе стать застрахованным лицом, теперь ничего делать не нужно. Ведомства и министерства соответствующую информацию предоставляют фонд медицинского страхования, который осуществляет страхование, вносит сведения в реестр, и вы становитесь автоматически застрахованным лицом. С июля перестаёт действовать временный порядок автоматического продления инвалидности, который ввели из-за пандемии. Однако теперь россияне смогут выбирать, как проходить комиссию, очно или заочно. Инвалиды, владеющие транспортным средством или их законные представители, смогут подать заявление о компенсации 50% стоимости ОСАГО через госуслуги. С этого месяца вступают в силу и важные изменения в закон о туристской деятельности. Теперь, чтобы быть гидом-переводчиком или экскурсоводом, нужно обязательно быть гражданином России, пройти аттестацию, быть включённым в специальный реестр. В аттестации должны поучаствовать и члены комиссии из других регионов. Светлана Кудрявцева, Сергей Баскин. События. За год рост цен на загородную недвижимость в Самарской области составил 30%. Спрос на дома в разы превышает предложение. С одной стороны, продавцы временно отложили продажу домов до стабилизации ситуации на рынке недвижимости. С другой стороны, жить и отдыхать за городом хотят многие. В ситуации разбиралась Ольга Волкова. Самарская область возглавила рейтинг регионов Приволжского федерального округа по росту цен на загородную недвижимость. По данным Всероссийской базы объявлений об аренде и продаже жилья, средняя стоимость предложения выросла на 30% за год. Рост цены фактической суммы сделки варьируется в пределах 20%. Если в 2019 году средняя стоимость за один квадратный метр в городе Самара была в районе 50 тысяч рублей, то сейчас она составляет примерно 59 тысяч рублей. То есть это дачи, дома, коттеджи. Подорожали, естественно, область центра города. Тут действительно рост произошел глобальный, потому что земля очень дорого стоит сейчас в центре города. И также новые дома в районе просек. Эксперты отмечают, загородный рынок обладает ярко выраженной сезонностью. Зимой выбирать объекты сложно. Невозможно оценить транспортную доступность и состояние участка. К тому же не все недостатки дома будут видны под снегом. Поэтому основной спрос, а значит сокращение предложения и рост цен, наблюдается перед началом дачного сезона. Свою лепту внес и рост цен на стройматериалы. Конечно же, в первую очередь повышение цен на малоэтажку связано два фактора. Первый фактор – это беспрецедентный просто рост цен на строительные материалы за последние полтора-два года. Средний рост цен составил 300%. Вторым фактором явилось общее повышение цен на всю недвижимость. Спросом пользуются дома и коттеджи, пригодные для круглогодичного проживания со всеми подведенными коммуникациями на землях под индивидуальное жилищное строительство. При этом объем предложения сократился на 13%. Это, по оценкам экспертов, сильнее, чем обычно. Среди причин продавцы временно отложили продажу домов. Кто-то в связи с общей неопределенностью, другие решили заработать на сдаче таких объектов в аренду. Ольга Волкова, Николай Сидоров, Сергей Баскин. События. С чего начинается музыка? В Самарской области стартовал предюбилейный 49-й Грушинский фестиваль. В этом году он проходит в живом формате на поляне у Мострюковских озер. Наша съемочная группа провела целый день с бардами, чтобы прочувствовать атмосферу и поделиться с телезрителями своими эмоциями от увиденного. Подробности в репортаже Анатолия Головко. Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Именно эти слова из всеми любимой песни Юрия Висбора стали пророческими и сильно отсрочили встречу туристов, которые каждый год приезжали петь песни у костра и жить в палатках в одной из красивейших мест Самарской области – на поляну у Мострюковских озер. А разлучила романтиков с гитарами пандемия на Грушинский фестиваль не забыли. Участники крупнейшего бардовского опен-эйра страны истосковались по янтарным соснам, головокружительным изгибам Жигулевских гор, и самое главное, они пронесли любовь к творчеству и друг другу через три долгих года. Но спустя время это чувство стало только крепче. В четверг на поляне Мострюковских озер прошло открытие предюбилейного 49-го Грушинского фестиваля в традиционном живом формате. Одним из первых на сцену вышел бард из северной столицы нашей родины Вячеслав Ковалев. Сегодня будет очень необычный концерт, который, вот лично у меня, который мы согласовали с руководством фестиваля, концерт будет называться «Нам нужна одна победа», где я вот лично за полчаса не спою ни одной своей песни, но мы будем вместе со зрителями петь песни, которые, ну, как мне кажется, идентифицируют нас. Поляна на Мострюковских озерах – место удивительное не только по своей красоте, но и по неповторимой атмосфере, которую можно прочувствовать и пропустить через себя, только находясь в моменте. Здесь встречаются абсолютно разные, но очень добрые, открытые миру люди. Прогуливаясь по палаточным городкам, вы обязательно познакомитесь с неординарными туристами. Так случилось и с нашей съемочной группой. Олег Лемон приехал в Самарскую область из жаркого и гостеприимного Сочи, расширив географию фестиваля до южных границ. Музыкант с большим удовольствием откликнулся на нашу просьбу спеть романтическую песню. Сцену выбирать не пришлось. Мужчина дал маленький концерт на камеру прямо в зарослях на берегу озера. В фестивале имени Валерия Грушина невозможно представить беспалаточных городков. За несколько десятилетий люди приспособились к жизни под открытым небом. Проявляя смекалку и изобретательность, они смогли полностью обустроить комфортный быт на природе. Для бывалых туристов баня в палатке уже не является чем-то удивительным и выходящим за рамки понимания. Для путешественников первоходов такое ноу-хау в диковинку. Люди прислали лет 15, я этой бане уже 15 лет, наверное, 16. Так что каждый раз я езжу в баню, написал песню про баню. Сейчас искупаемся на баяне поиграть, да? Туристы, которые приехали на Грушинский фестиваль к открытию, говорили о разном. Размышляли о высоком, травили байки, анекдоты, делились новостями друг с другом, спорили о музыке. Но неизменным в их словах было одно. Все безумно соскучились, ведь фестиваль бардовской песни – это не клуб по интересам, а одна большая и дружная семья. Купол добра как бы над поляной находится, и люди в этом измерении прекрасно себя чувствуют. Грушу изменить никак нельзя, ее можно только любить. Я приезжаю из Петербурга каждый год, уже 25-й год. Мы стояли на острове Коплова, например. Наконец-то приехали и радовались то, что наконец-то нас сюда пустили. Вы соскучились по Грушинскому фестивалю? Боже мой, безумно. Веришь, нет, спал и видел. Вот прийти бы на Грушинский фестиваль, вот это вот все, вот это вот. Ну вообще приятные ощущения, люди все добрые, как обычно, доброжелательные, все рады друг друга видеть. Два года не было, мы делали свою мини-грушу с ребятами, выезжали просто на природу, там 10-20 человек и праздновали. Но здесь все-таки будет веселее концерты и все остальное. Сейчас Грушинский фестиваль продолжается. Уже сегодня вечером на главную площадку выйдет легендарный музыкант Олег Митяев. А в ночь субботы на воскресенье к берегу горы причелит гитара, на которой пройдет заключительный галоконцерт. Для зрителей споют лауреаты и звезды жанра авторской песни. А небо над Мостряковскими озерами будет сиять тысячами огней фонариков мобильных телефонов, отражаясь в прозрачной воде. Анатолий Головко, Александр Гусева, Константин Головин. События. В Самаре продолжаются игры областного турнира среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом». В Ленинском районе на стадионе 70-й школы соревновались команды в двух возрастных категориях. О том, как проходили соревнования в нашем материале. Зажигательная музыка для хорошего настроения и последнее приготовление к таким важным для детей Ленинского района играм. Этот турнир, он имеет огромное значение, он региональный. Я рада тому, что очень много детей принимает участие в этом турнире. Я считаю, что яркие команды все. Я вот сама тоже наблюдаю, как проходил этот турнир. Я считаю, что все достойны победы. За право представлять Ленинский район на городском этапе боролись 8 команд, вышедшие в финал районного этапа. Школьник Александр Прокофьев вот уже 4 года занимается футболом. Нападающий говорит, каждая игра дает свои эмоции. Когда проигрываем, обидно, потому что чаще всего мы проигрываем с минимальным счетом. А вот когда выигрываем, у нас добавляется желание играть. Футбол в Самаре всегда был больше, чем футбола. Чемпионат мира 2018 года только подхлестнул интерес к этому зрелищному виду спорта. Ребята еще загорелись после чемпионата мира по футболу после 2018 года. Основная масса ребят начали заниматься футболом лично у меня. Они очень любят футбол. Особенно в летний период, когда мы выходим на улицу. Эти турниры очень прекрасны для развития детского футбола, практика игровая. Ну и много положительных эмоций. Областной турнир среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом» – масштабный спортивный проект, который реализуется более 10 лет в Самарской области. В первую очередь, наверное, я бы оценил это как продолжение соревновательной деятельности для детей в летний период. Но футбол – это игра номер один не только в Самаре, но и во всем мире. И 22-23 июля на главной площади нашего города, на площади Куйбышева, состоится финал городского этапа «Лето с футбольным мячом». Первый такой турнир состоялся в 2009 году в железнодорожном районе Самары. А затем соревнования приобрели общегородской масштаб. С 2011 года в них уже участвовали команды со всей Самарской области. С 2019 года проект вышел на всероссийский уровень, и 73 региона России подключились к его реализации. Андрей Горгуленко, Юлия Василькина, Сергей Баскин. События. Эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС». Обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. Департамент транспорта Самары сообщает, в связи с проведением работ на теплотрассе по улице Молодогвардейской, улице Ульяновская, автобусы маршрута номер 24 едут в объезд Павилоновской, Галактионовской, Маяковского, Молодогвардейской и далее по маршруту в направлении автостанции «Аврора». Жители города просят заранее планировать поездку. В своем телеграм-канале глава Ленинского района Елена Бондаренко рассказывает, какую работу на вверенной ей территории проводит МВО «Сахтоп». В районе проводится покостровы, подборка мусора, рабочие предприятия приводят в порядок газоны. Сообщение сопровождается фотографиями тех мест, где ведутся работы. В телеграм-канале Департамента экономического развития, инвестиций и торговли сообщают, как узнать о наличии лекарства в аптеках Самарской области. Информацию можно получить на сайтах, адрес которых указан на экране. Узнать о наличии того или иного лекарственного препарата можно и на сайтах аптечных сетей, и по телефонам аптек. Также доступны телефоны справочной службы здоровья 007 со всех кабельных телефонов и 846-213-03 для междугородней и сотовой связи. А на этом я с вами прощаюсь. Продолжайте следить за новостями и на официальном сайте Самары ГИС, на страничках в Одноклассниках и во Вконтакте. Выпуски новостей смотрите в социальных сетях. Всего доброго, хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин